Насанин номер невозможно дозвониться Насанин номер невозможно дозвониться Фирменный мерч от Супер Суса Ссылка в описании под видео Водный аппарат народный С утра сделал водный и весь день свободный Дорогие друзья, доброе утро всем Встретились с Вафой С нашим самым старым диггером Который остался еще в Киеве Ну не самый старый, знака старший Да, знака не лазит уже Да ладно А когда он лазил в последний раз? В общем ладно Друзья, это зеленый театр Это место всем давным-давно известное И как бы сколько раз уже облизанное Ну вот вспомнил старые карты И по старым картам есть как бы Интересные вещи Вафа, я думаю ты сейчас как бы на много чего Как это расправишь в этих идеях Вот, вот это вот все Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать Четырнадцать туннелей есть Пятнадцать Пятнадцать туннелей есть под зеленым театром Всяких короче разнообразных Мы копали, когда мы его взяли И вот этот круглый Нас в данной ситуации Интересует вот этот вот Кот Потому что он самый высокий Вот такая вот арка и есть И вот есть предположение, что из верхней стены Из верхней стены, которая под нами находится Был большой-большой туннель Который можно, грубо говоря, мотоциклом проехаться Но он засыпан сейчас Где он на самом деле сейчас, никто не знает Большое количество туннелей существует в зеленом театре И мы сейчас будем как бы смотреть, что у нас осталось по факту Друзья, я очень надеюсь, что как бы так спонтанно мы собрались Что эта история сейчас начинается Великая эпоха наших раскопок Попробуем, так сказать, раскопать И выяснить какие-то загадки интересные Если кто не так, посмотрит Там из крюка Штрык Иду с рук, я тоже трубу повырежаю Рез Так, друзья, это зеленый театр Спорище нефоров, волосатиков, панков Деклассированных элементов с детства было Мы как сами часть деклассированного мира Занимаемся антисоциальной деятельностью И вот как бы, если здесь посмотреть Вот куча люков, видите Каждый люк ведет куда-то Если все переоткрывать, как бы, то можно что-то и найти А тут, что я говорил, он там за той градой Сразу Да, да Ой, упало Люди здесь сейчас гуляют Вон куча детей, малолеток шляется И они даже не подозревают, что там есть под ними, под ногами Настоящий кладезь Но кладезь не богатства, золото А кладезь ума и информации исторической Мы сейчас попробуем открыть даже то, что сами не знаем Детям покажем И внукам будет, что оставить Будем копать сегодня, посмотрим, что внизу Здорово Крепость была когда-то 1800-х годов Но А? Измиранчик Заходила в окна И если можно, то раньше построено еще Заходи наш притончик И тем, что еще раньше построено Возможно, были раньше построены Но суть не в этом Суть в том, что как бы в этой штуке больше 200 лет И как бы вот эти вот стены Эти вот стены Менялись как бы в свое предназначение Тут были и театры И просто какие-то штуки военные И потом ресторан уже в наше время был И вообще каждая власть под свои нужды Его как бы запроторила Себе использовала И эти все туннели И эти все подземные коммуникации Эти все хитрости были использованы под свои нужды Так или иначе И в этих стенах хранится очень много историй О, видишь Повы 54 1080-54 А те 1080 Ну это ручные кирпичи еще Вещи старые те Конечно Здоровые Очень качественные Заберем это? Да, да можно А что это? Натяжитель троса для свинки Понял, что опа и натянуть Вафа Да А скажи пару историй из Зеленого театра Как тут вообще что было? Твои молодости Тут уже панки, металлисты Тут были огромные тусовки по 200-300 человек в день Так скажем Ага Были очень разные шортные компании Было все очень интересно Были все очень при этом дружными Ну это так какие-то терки возникали между собой Ну тут такое вообще мелочи В основном было все очень круто Очень охуно Очень толково Даже мотоками сюда вниз съезжали иногда И так далее Было все просто Как моя днюха Только блин в мега масштабе Это было каждый день А в каких годах ты тут начал тусоваться? Я с 93-го начал тусоваться уже Тут уже? А в 93-го или 890-го? 1900-93-го Тут раньше было больше туннелей? Мы даже по приколу в магазин ходили по этому туннелю Ух ты Я против туннелей считал, чтобы них раньше бесплатно в кинотеатр люди лазили в советские годы В 60-х, 70-х годах В нулевые годы я бесплатно попал на концерт Анафемы и других групп сюда А на этот, на бегемот, на бегемот мы с тобой лазили? Да, с тобой А, еще тогда наши общие друзья были Да, да, да Которые покойные уже Вот В 93-м году или в 94-м Тут еще стояло здание, оно сейчас отсутствует По определенной причине Сцена так называемая Сцена вот эта Здание, что примыкало к сцене Было несколько этажей вверх Ага Там экран был кино Тут кинобудка была Кинобудка, наверное, это был Да, да Мы тогда на крыше этого здания пели за то Чтобы на этой сцене выступали наши любимые группы И это было с 2008-го, может, такого года Ничего себе Про туннели сказать? Ну, конечно, мы с чем хотим Короче, когда, опять-таки, вот этот ветер-хартус был Нас старшики начали подстрекать, что надо раскопать тоннели Ну, мы раскапывали себя так себе так Старшики пошептались и смотивировали нас Что там какая-то, типа, серебряная, а то и золотая чаша Шлем, там еще что-то, типа, закопано с древних времен А также, что ходы идут в Чернигов Так В Чернигове тоже есть родственники, друзья и так далее Я думаю, ух ты, в Чернигов А большие ходы? Ну, там, типа, коник с возом может проехать Мото, тем более, проехать Ух ты, под землей можно ездить на мото, тем более В Чернигов В Чернигов, обратно Никто даже, ни гайцы, никто не увидит тебя Начали мы рыть везде, рыли, рыли Везде упирались в тупики и взывалы земли Мы вытаскивали землю огромными тоннами Ну, и везде упирались в тупики, короче говоря Там все дальше подорвано, арки нету, все замулино Иди сюда, Варкин О, трешки воруй Шо там? Дай, дай, папа Что это хрень? Ливневка Ливневка? Не наша? О, ливневка Пошло, ливневка Пошло, ливневка Тюнфурген Да, пока пойду гляну Давай Я когда уезжал, она спала Так, ого На, возьми, подсними там минимально Друзья, смотри, какая штука Я давно искал аттракцион себе на лето Я искал на лето аттракциона Вон здесь Прямо под ногами толще зеленки 25 лет лазим И не знали, что наш аттракцион находится именно здесь Представляете, что можно здесь летом сделать Это пипец, друзья, это пипец Класс Вот это да Чего я раньше не знал? Короче, летом взять скейт, там труба под наклоном с водой А это ливневка Что ты делаешь, Лафа? Тищу давно Зачем? Той люк нормально закрывается Ты заботишься о коммуникациях? Ну да, не упал никто А какие бухилы могут? Бля, какие? Боржуйские Бля Титовый бетон Да, сука? Идол Инструмент для открывания люков Называется? Во! Что-то есть Идет лестница еще никуда Ну след посмотри Ну нахера кто-то такой колодец построил Последи, пожалуйста, вниз Это просто колодец и все А так может быть Или что-то замуровано Или что-то замуровано А кстати Бетон Бетон Бетон, нормально Это ты проверил из чего сделан пол? Да Это не то Ну ничего так бывает 100 люков А 101 наш Это мы сейчас видим Настоящий процесс поиска коммуникаций То есть не наиграно Вот реально какой-то из этих крышек Должен быть туннель Какой из них никто уже не знает Либо забыл просто И параллельно с этим туннелем Еще кое-что другое еще Ааа Сотни перевернутых крышек И 101 только может быть А то и 200 и 301 Может только привести к нам К тому еще надо Да Поэтому не угадаешь никогда Именно так Музыка 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 Там Нам нужны прям Жесткие короче А нет Я такого не знаю Музыка Можно нюхать Если хватит Музыка Спасибо Спасибо Там мои подписчики Да я понял Вы стоите смотрите Я думаю Да Ходим смотрим Советская изнутурная лопатка Стрим снайперы Ого Покажи покажи Штык такой Да Да И наточенный до блеска Полированный Но не наточенный Я его еще не тащил ни разу Хочу станок затащу будет Офигенный Ты лопатка сама по себе Не следи Хорошо Убери шпагу А ну Хочу выпить за десятки километров Тысячь километров Уже пройденных под землей За всю мою историю И за сотни тысяч Которые мы пройдем еще в будущем Огонь А касательно истории стены, тоже мы копали, не досказал чуть-чуть, есть лестница наверх, мы думали, что вот этаж, который видишь, типа бойницы на бутафорские. На самом деле это оборонная тема, тактика, что били по бутафорским бойницам, а стоящие внизу. Когда враг идет снизу вверх, увидят сначала те бойницы, по ним начинают терять. Расходят бы комплект в результате, а потом эти начинают работать, когда появился в зоне доходяемости. Ну да, но как же известно, что эта стена, раньше между стеной и арсенальной было провалено большое, и стена стояла просто в провале, и через провалено к арсенале шел даже мост подвесной. Пафаш, что ты рассказываешь, знаешь, для чего стены построили? Это оборонительная подпорная стена. От чего оборонителя? От противника снизу. От поляк? От любого противника, который террористически мог наступать туда. А какой противник мог быть снизу наступать, если там Москва? Любой. Ну какой любой смысл? Обыдной маневр. Каким образом? Даже немцы в 41 году, кроме Киуура, что прорывали, они обошли его тоже. Нет, ну так Киуур там. А север там? Они с северо-запада обошли вот так вот. Куда? С левого берега? Да. А каким образом они на левого берег попали? Понтоны навели? Выщики по течению? Ерунда. Ерунда. Тогда не было киевского захоронилища, был днепр, просто река. Так. До Днепра были доты наши. Они выжили дотов недосыхаемости. Навели понтон, слева берега был через Труханов и Седой, и через Андреевский и так далее. А твоя версия, что это было? Ну, чтобы до Николаевского моста, до Цепного, был еще один мост подвесной, Цепной 1600-х годов. Вот эту, собственно, стену. И как бы потом построили уже мост Николаевский был, после чего построен мост Бош был. Вот, Евгений Бош. То есть, собственно, при царе вот эту стену построили, чтобы мост прикрывать. То есть, он был чуть-чуть сюда, в стороне от моста метро. То есть, эти две штуки прикрывали мост. Вообще-то место называется провалив. И действительно, везде склон. Противник оттуда, если бы прорваться, ему неудобно. А здесь было удобно ломиться. Поэтому именно на этом месте поставили стены. И даже вверх наш, это тоже было трехэтажное артиллерийское сооружение. Сверху. Где копанку, печку с котофеем делали? Да, да, да. Это остатки, это подвал остался. Ну да, там же башня была огромная, трехэтажная. Вне больницы тоже были. Да. Орудийные. Более того, что орудия не стреляли там снарядами, они стреляли в картечку. Тогда пулеметов еще не было в то время. Вместо пулемета это орудийный снаряд, 76 миллиметров, 75, допустим. Ну, диаметр такой. Такой, да? Да. Был заряжен шариками такими. Ага. С подподшипника? Не, не, свинцовыми. С шарикоподшипниковыми? Не, свинцовые шарики. Ага. Как дробь, только крупная. Так. Вот. И один выстрел, ну, работал вместо пулемета. Оно фейерверком разлеталось на близкое состояние. То же самое и здесь две бойницы. Я понял. Это же никто не наступал. Конечно, наступали. Просто откуда? С Москвы? Нет. Откуда? Обходные маневры западные всякие ломились. Так там же своя линия обороны была. Все равно. Это, ну, война не только. Кто кого там перебьет, у кого круче арта и так далее. Кто кого круче обманет еще. Да, кто кого круче обманет еще. Понятно. Стеклянные маневры были и так далее. Обходы, вся вся фигня. Скотские маневры. Ну, скотские, не знаю, назовешь ты, не назовешь. Картечь, трубочки, иголки, все эти штуки. Ну, да. Которые во Вьетнаме применяли. Стеклянные вены и все. В Вьетнам, Боже, был. Не, ну, я тебе просто говорю, что, как бы, в войне не брезгивали никакими, как бы, процессами, лишь бы только достигнуть результата. Ну, да. Как бы, тут такое дело уже. Кто-то по конвенции ехерачит, а кто-то нет. Так всегда было, есть и будет. Так, Лафа, собирай вантухи свои и пошли. Там вантуха, блин. Собирай манатки, пошли. Вантухи вновляю. Собирай манатки свои и пошли. Хорошо собираю. А, это рукавичка под этот. Ну, да. На гондонник. На гондонник. Опа. И доехал в гаражик. Так, друзья, будем вызывать ковши, если сегодня найдем, экскаваторы. А на данный момент нам надо найти точку, где поставить хрестик и где копать, чтобы уже наметить место работы. тогда вызывать уже людей сюда и нанимать работников нанятых и вызывать, чтобы вантухи копали. Ха-ха-ха-ха. Только... Ой! Только меня не заколи. Ваню у нас поколешь. О! Вопад ещё. Ля-ля-ля-ля-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Аж страшно стало! Семерик, ну и так посракай, это точно никакую шкоду не будешь делать. Пару раз перед ребенком свиснуть вот так вот. Ну, там будет фобия на шпаге. Пога фобия. Да, давай я сюда и заберу. Здорово. Да, проходи. Давай, Лафа, выдыхай. Выдохну. Так, Лафа, а ты утверждаешь, что дырка где-то здесь? Да, она прямо где-то перед нами. Вот перед нами? А не с той стороны? Нет. С этой? Возможно, здесь даже. Ты где шпагой? Ого, ого. Достань, Лафа, я не могу достать. Эскалибур. Какие эскалии, Экейбур? Что за новости, что здесь люк? Я первый раз слышу. Просто как, ты на глаз или на чуйку? Или на визуальную какую-то подсказку? Мы же воду у него набирали. Ну, вон есть люк. А ну. Бетонная плита. Думаешь, оно? Конечно. Или нет? Ты не помнишь, какого комната было расстояние от забора? Уже не помню. Вообще никак. Ой, плохо. Очень плохо. А есть у кого уточнить? Ага. Уже никого нет из живых. Вот так, друзья, копаем, находим закладки. Видите? Глянь, что делается. Понял? Кулек. Просто надо как-то согласовать информацию. Вот от тебя, от Лафы. Блянь, Лафа, тут какой-то клад закопан. Копай, говорит. Что я тебе хочу сказать? Говорит, копать. Ох и Лафа. Ну и Лафа. А, люк? А туда был люк? Да. Все, раскапывай, раскапывай. Слушай, раскапывай. Думаешь, туда был люк? Не думаю, знаю. Что ж это система? Раскапывай, посмотрим сейчас. Очень интересно, друзья, потому что я не знаю, пройдет люк. И что это такое, может быть, вообще не понятия не имеешь. Ну что-то есть. Ой, надо копать. А ну, покажи мастер-класс. По раскопывкам. Раскопывки. Машина. По раскопывкам. Еще надо было подписчиков нанять. Чтобы копать. Подкакников не надо. Кого? Подкакников не надо. Подписников? Подписники, подкакники. А то, Лафа. А тебе сколько уже было, ну лет? Почти 50. А все, шутишь, шутишь. А ты ж профессиональный копач, да? Да, нет. Людей закапывал? Нет. Никак нет. А откапывал? Нет. Вон, друзья, мы уже видим, обнажается деревянный люк. А кульком, думаешь, проложили для гидроизоляции? Типа да. Вот такое с ним сомнительное, потому что влага будет собираться, дерево будет впитывать, а кулек не давать ей высыхать. А как бы ты сделал? Намазал бы, как хлеб, пропитал бы маслом хотя бы отработкой. Ну, круче олифой, но олифа дорогая. Олифой. Олифой. А сколько процентов даешь, что это оно? 50. 50. Мы только про вас вспомнили. Здравствуйте. А из нашего окна тут закладочка видна. О, большая, крупная, хорошая. Зеленая. Гульнем, эх, гульнем-то. Так, друзья, ну вот, отрыли люк. А, распухло дерево просто. А, распухло и зажало. Анима, отвертки или какой-то еще штык ножа. Ну, ножик есть, но он не покатит в этой ситуации. Вот даже фигня на ручнем с люком, это прям бетонный люк. Молент истины. Дядя Вафа выходит в финал. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вообще не оно. Вообще не оно. А, 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 а. Мимо кассы? Да. Ой, 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 ой. Как же быть дальше? Искать будем? Вот это да, вот это так насадочка. Не, надо вернуть как было. Консервируем все в соответствии с технологией. У меня это нечем больше? Нет. Даже лучше, чем было. Слышал Фа, куда тогда дальше? Пошли в эту панель. Значит, люк должен быть меньше диаметра, чем этот, вспомнил. Меньше диаметра. Так, а территориально? Вот здесь это. На этом панельке. Понятия не имею, о чем Вафа вообще говорит. А кто из вас более компетентный? В чем? В этих вопросах. В каких? В зеленого театра. Ну, Вафа и свои коммуникации, у меня свои. У меня вход там, у него вход здесь. Это нормально? Да, Вафа. Где-то есть, но где? У тебя заблесики лганы. Давай, вдвоем. Я не подогнал такой. Вдвоем, говорю. Бери руками, подогнал. А я не возьму, ты что? Давай, бери. Давай, железя. Опа. Тоже глянул. Не, оно. Не глянул. Оно. Оно? Да. Похоже. Что, тягуем тогда? Надо спускаться. Да, люк без его диаметра. Вау. Никогда не знал о нем. Ноги, руки, головы жопы. Внимание. И что сделать теперь ухо? Нужна веревка. А, тут без веревки не спуститься? Да, ну а то что так в распорах? Раньше еще не было пластиковых труб. Были железные. С них вода передавала. Мы же пускали веревку, болсанку обрезанную. Набирали воду. Ничего себе. А чего я такого не помню? Может это было в 93 году. Сколько тебе лет было? 10? 13. 10. 12. 10 для тебя было. Так, надо кого-то запускать. Ну мне кажется, там можно в распоре спуститься. Но я не спустился. Ааа, нет, ну даже если ты спрыгнешь, то не вылез здесь никто. Нема даже чтоб спустить ничего. Так, сейчас буду давать сигнал Офе, чтоб снимал сухое дерево, чтоб привязывал к нему телефон, чтоб мы там проверили оно или не оно. И будем уже смотреть тогда, либо оттуда еще дальше пробиваться, либо здесь тогда с веревкой вернемся, если это оно. Сейчас будем проверять. По фаллопату десантную погнул. Представляешь? Подожди. Ты рубаешь? Пошел рубать. Идет как бобер зубом. Херово идет. Есть. Ну рачку такую оставить. Пацаны, у вас скотча нема? Нет, нету. Папа, чем вязать будем? Ну строки сниму, да? Ого, ты что, на жертву такие идешь, что делать. Вот живопа на жертву идет. Я помню эту тему еще, короче, в метро сигналку подвязывать. Бежишь потом по перегоду с этим штурком. Оп. Попробуйте привязывать. Только надо, слышишь, это, максимально надежно, больше телефон упадет, там жизнь моя. Я понял. Так, Папа, если телефон упустим, я же без зарплаты остаюсь. Там же это, моя зарплата внутри. В долларах или в евриках? А? В долларах и в евриках. В гривнях. В национальной валюте. Как же столько гривен туда поместилось, только кромочку маленькую. Так железная, серебряная. Ого, Лафа нормально ты тянешь. О, здесь, надежно. Как швейцарские часы. Внимаю, как круто. Я не убивать его. Слышишь, и что, я тогда спущусь. Да, я тебе подам. Так может отсюда его хватит, нет? Нет, не хватит. Дать новоблине? Не, 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 все, я так отсюда спущусь. Да, да, конечно. Просто промежуточный ярус, чтоб не провалиться. Да. Ладно, держи, Вертик. Этот изгиб вонючий. Вонючий, да? Очень. Что же тут глубина на 2 метров 6? Я даже палкой дно не достаю. Так, я спустил максимально на длину палки. Дно при этом я не достал. Да. Начинаю крутить. Начинаю медленное извращение. Да. В одну сторону. Так, ну я отсюда вижу, вроде бы труба. Поворачиваю другую. Ну там все очень сильно обросло кастом. Ну все, вынимаю. Принимайте. Все, телефон вытащили, целый, невредимый. Сейчас буду смотреть видеозапись. Спасибо, Лафа, за шнурок предоставленный. Ну такое. Какое? Ну такое, я говори. Что значит, ну такое? Придется компенсировать? Нет. Да? Поставлюсь это обратно. Кого? Компенсация. Компенсация. Компенсация лежит. Ага. Накомпенсируемся. Что, пойти сверху попробовать? Давай сейчас глянем, что мы сняли. Скорее, если бы мне там летний раз было. Мама, Леша, что такое, что тут? А я тут. Накомпенсировался. Это выходные кроссовки, может не надо было их пачкать? Да не надо было, я же не знал. Ну и почистится, ничего. Ничего страшного. А ротик это нет, только в ротик. И все, они как по-другому. Друзья, очень много коммуникаций переплетаются, но это не оно. Это дождевая система, которая не имеет отношения к этому всему. Это совсем другое что-то. Что-то параллельное. Параллельное. Совершенно верно. Ты хочешь зайти проверить? Ну, можно проверить. Ну, сходи проверить. Да, оно это или нет. Ну, то, что ты сейчас имел ввиду. И то, что можно еще в яму посамотычить, может там будет. Посадить? Посамотычить. Это как? Потыкать спагой. Ааа. Страшно говоришь. Пойду с другой стороны проверю, друзья, и оттуда приду сейчас, может быть. Приходи. И Д. Воу. О. Молодыча. Друзья, очень запутанно, очень интересно, но это не оно, ищем дальше. Ладно, сходи, посмотри. Начинаю идти. Но это не оно, это точно. Понял. Опа. Аккуратно. Приявление Христа народу. В общем, там система двухэтажная идет. Тут две трубы, и тут одна труба. Между ними перепады вот так вот идут. То туда, то сюда. Но если в дождь туда попасть, там наклон такой. Там я поколзал нормально. Там лечь на спину, и можно даже тут не пролететь. Если дождь пойдет, там капец. Но интересно. Но это не оно. Мы ищем исторически кирпичный старинный туннель. А это уже более поздние времена. Более тридцатые годы, современные нашего века. Нашей эры. Так что что? Ищем дальше. Пару кило будет на похмел. Заберем? Да. Друзья, сегодня экспериментальная серия у нас. Мы пытаемся лайв вам показать. Обычно мы так и подготавливаемся, что-то там и ищем. Подготавливаем туннели. А сегодня решили лайв вам вот так вот сделать. Вообще мы не знаем, как мы будем искать и найдем ли. Поэтому напишите. Интересно или неинтересно вам такое? Подвигаемся дальше. Да что ж такое? Да я вас слушаю, приемная. Нет, мы в центре города снимаем серию. Вафа, вполне вероятно, что мы про разные вообще вещи с тобой сейчас разговариваем. Не исключено. Что это две разных коммуникаций. Поэтому ты показывай свое, а я тебе покажу свою. Практически в месте друг друга показывали? Показывали. О, ну вот и давай. Давай показывай теперь свое. Да. Да нет, туннели. Туннель покажи. Нет, я на туннель не ставил. Сейчас фотку можно? Суперсосом. Ну иди в фотку. Вот добродетельная душа. Добрый вечер. Доброе здоровье вам. О, у вас таких нефтанкосных. Да. Опа. О, это наши люди. Давай, ам, ам. 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 А теперь водички немного пересохли в горле. А теперь водички немного пересохли в горле. О. Сухи таки. А? 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 Жрать не мало? Нет. Ну ладно, заходьте. О. Мы не повисли, да? Реально. Всё. Давай. Дякую, валунка. Дякую. Лафа, что делаем? Давай, пошли в стену, потому что это не закончится. Лафа, это не закончится. У тебя алкоголизм начинается? Я не понял, что это за проделки? Не проделки. Лёша, что это за новости? И что, опять выпиваешь? Да. Неужели на самом деле новости видели? Что Лафа бьёт? Да нормально, в четырёх давай. Давай. Отходи, отходи. Оттуда отходи. Отходи, отходи, дядя. В чёрном костюме отходи. На лапа, ноги. Дай. Я хотел, чтобы грохнуло. Всё, друзья, вафинячие не нашли. Ну вот, а теперь идём искать сусанячие. Мой удар, посмотрим. Мой выход. Что такое? Привет. А? Привет. Чего? Что вы лазать будете? Нет. Уже вылезли? Нет. А как там под землёй дела? Ой, плохо, скользко. Ну, погано, погано. Соль не посыпают? Да. Чугунок. Заберёшь на металл? Да. Конечно, а чё нет чугунок? Пару килограмм, сука. Сейчас по пятёрке, наверное. 4,50. Что? 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 Ого, какой смоль. А вот эта штука мне сегодня тоже нужна будет. Ты везёшь до меня такое или нет? А, нет, я не буду брать. Дверки? Мне под зеркало надо подкладку сделать. Так это ж кража. Это кража, вафа. Я не буду кражей заниматься. Ебать, страшное дело надо. Не, вафа, я не краду. Ого! Тут близко. Могут породавки пойти. Итак, вафа. Вот это объяснишь, что такое? Смотри. Вот эта труба есть. Лежь, где трубы идёт. Ааа. Вот старинная, старинная, да. Есть какие-то тоже коммуникации закиданные, видишь? Это изначально была орхестровая яма. Перекрыть этого бы не было. Ммм. Ещё старинная? Ну да. А бетон? Ну как старинная? 30-х годов постройки. Ааа, тогда уже был бетон такой? Конечно. Или это уже потом ухопили? Нет, это был бетон, оно ещё облицовано было. В 30-х годах был бетон? Конечно был. Интересно. Это городецкий, бетон начал применять ещё в конце 19 века. Антон Городецкий? Не Антон. А что? Не помню, как зовут его. Архитектор. На что это звор там? Да не фильм, да. Имя архитектора. Антон или нет? Не, он не Антон. Что делаешь? Карман пытаюсь найти. Ааа. Что это ты лазишь там? Что это взрёл? Активно. Ладно, пошлите в верхнюю стену, друзья. Мы смотрели на будущее, ничего не понятно. И вот у нас тут есть коммуникация, непонятное предназначение. Возможно это наше. Потому что сюда идёт бетон, а сюда аналогично под стену идёт кирпичный туннель. Но не видно какой он формы. Надо и не слезть, и опять надо привязывать. И не раком не стать, и не булькнуться. А подожди, это не та труба, в которую ты лазил? Она, она. Так дядя, можно пройти с той стороны по ней. Ты, ребята, ты те, кто хочет настоящий человек! Алексей Жизе не хочет на людей! Так ты король лета! Ты хочешь всё сначала! Так, запозичивай дроби на следующей коммуникации. Назад поставим. Всё моё хозяйство, всюду подземное. Лафа, помоги! Аккуратно, головы. Ого, нормально пошло. Ну что, спуститесь кто-то на разведку. Аккуратно. На камеру ставить. Что? Что ты лезешь? Слышишь? Это Лафа, я думаю, тебе бы такая леса дома не помешала. В принципе, не повредила бы. В принципе, пригодится. В принципе, да. Так, друзья, есть подозрение, что это может быть наш туннель. Смотрите, как интересно. Здесь есть... Сейчас я подойду. Если что, я у себя. Лафа, Лафа, Лафа. Лафа, Лафа. Блин, всё забираю. Говорю, да, я меня оставил на три метра. Лафа. Да. Тут туннель. Завадь. Какой кирпичный? Да. На туре? Да. Нет, серьёзно? Да. Дай ему телефон хоть с ним. Слезай. Так что, все идём? Да. Чтобы оставить ноги сухие? Ну да. Ображение было по таким поводам. Дядя, что тутово нужно. Ну где вы там копаетесь? Погоди. Так... Я уже не могу, я хочу входить! Завтра, устали майонезом. Ой! Ой, аккуратно. Лафа! Хорошо? Так, вниз труба. И вот он туннель. Е-е-ей-ет! Ребят, нам это легче. Глоб segито Alderdidad 21 hardship. Убережно. Оно было точно такое же, ребята. Что-что? Унизу оно было точно такое же, что такое глумце. В 7-мой это слои либо красства, либо ми тоже. Что, в Афа заходишь? На толпу не заходить, если будете. Ну прогуляться. Прогуляться, блин. Чего? Не желаешь? Ну такие штаны, блин. Лучи-то стоят. Только выстирали. В Афа. Я говорю, у нас такой же тоннель был, там мне в зуде выискали. Еще один. Только он, ну, глубже. Видишь, это же намыток, как я. Он должен был глубже. А ты представляешь, сколько там монет в этой намывке? Ого. Все, В Афа, мы исследуем, а ты пока погрей ноги. Я наружу покажу. У тебя все-таки возраст чуть постарше? Нет? Так что, думаешь, это оно? 100% оно. Это не просто оно, это 100% оно. Это коммуникация, по которой работники от Синава убегали вниз к Днепру, когда революция 1917 года была. То есть это дореволюционный, еще старинный водотростный туннель. Это Ого, ему уже 200 лет. Так, а куда он идет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Здесь во время дождя может смыть. Может так смыть. Ого. Я просто вижу, что здесь намывают веточки, листики. Еще дно такое непонятное, как на морском пляже. Смотри, как тут водой размыло днище. Днище. Правильно. Водопадик. Это старинный деревянный слим. Смотрите. Вот это да. Старинная деревянная слимная система. А куда оно еще уходит? Не знаю. Ого, дядя, так там нормальная глубина. Может быть там даже есть второй ярус. Может быть. Ого. Идем. Это старинные туннели для повозок. Смотри. Можно каретой ехать. Вау. Ничего себе. О, друзья, так мы почти в полный рост идем. Ага. В каретной перты можно. Вау, какой туннель. Так. А куда же это мы идем? Сейчас мы уже далеко за стену зашли. Что это такое? Ого, дядя, слышишь, нормальный туннель. Это тут не был? Нет. Офигеть, пацаны, в натуре отвечаю. При вас нашли туннель. Новый абсолютно. В центре Киева. Такой исторический. Туннель любви. Понимаешь? Туннель счастья. И тут такое спокойное умиротворение. Такая акустика тихая. Да. Или какая? Полочка была. Для чего-то. Уж бумаги какие-то вообще. Вот тут могут быть нормальные занычки как раз тому времени. Да. Ого. То ли вентиляция, то ли отсеки технические. Тут, кстати, дофига вентиляции. Тут в конце, возможно, стояла какая-то установка. Либо дерево стояло. Может, тут были печки, может, они выхлопы выводили. Ого, там вообще пещера. Ого. Завал в конце. Завал нам не помеха. Эх. 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 А, нет. Вон какой-то провал. Смотри, провалля. И еще дальше ныряет. Я просто не знаю сколько. Как будто взорванный, видишь? Да. Это просто чтобы нас не завалило. Завалит. Надо комрада вызывать. А он уже не с нами. Опа. Пойдем глянем. Страшно. Реально страшно. Что там есть проход человеческий? Ну, такое. Что дальше? В колодец какой-то вверх. Смотрите, пацаны, съехал грунт, повываливало кирпичи, повыбивало целые куски стены. Причем это такая тяжелая... Ой, падает. Тяжелая почва с глиной вперемешку. Есть там что? В колодец какой-то. И тупик? Непонятно. Подожди, сейчас я пройду аккуратно. Ого, блин, пацаны, тут реально стремно. Причем непонятно откуда эта порода взялась. Вот прямо с потолка. Фрагмента тоннеля нема. Вот эта разрушенная арка. Вот-вот и все свалится. Да. Ого. Еще дальше прикол. Что дальше идет? Офигеть. Вот, братва, мы преодолели завал. Главное, чтобы он за нами сейчас не закрылся. Вы видите, что брылы практически в свободном падении. Потому что тут вообще никогда диггеров вообще, наверное, тут никогда никого не было. Воздуха нету, тут дышать тяжело. Да, тут, кстати, тепло. Очень спертый воздух. Да. Ну что? Удивляйте, что там? Да, посмотрим. Интерес побеждает страт. Ого. 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 В бесконечность. Ого. Ого. Киевом еще не одна тысяча километров не исследованных туннелей. И сегодня мы это доказали и вам показали. Так что напишите в комментариях. Мы будем лезть наверх, исследовать дальше. Потому что очень много еще осталось загадок. И с тем, что в Киеве сейчас практически никто не лазит. Все наше. Будем исследовать и искать новые туннели, не раскрытые еще. Они есть и глубоко таят свои тайны под землей. С утра дело водный и весь день свободный. Ого. Ого. Ого.